Весенний лёд. Сотрудники МЧС напоминают правила безопасного поведения на водоёмах. И в ближайшее время необходимо прекратить как ловлю рыбы, так и выход на лёд, используя переходы рек, озёр. Урок оказания первой помощи детям провели в кинотеатре «Искра». Мы с ними отработаем практические блоки по типу сердечно-лёгочной анимации, а также инородное тело в верхних дыхательных путях. В жилом комплексе «Суханово парк» начала работать секция, где детей и взрослых обучают мастерство владения рапирами. В этом спорте нужны не только физические данные, но и умственные способности. Период половодия требует от жителей особой осторожности и соблюдения правил безопасного поведения на водоёмах. Сотрудники МЧС напоминают, весенний лёд очень тонкий и непрочный, поэтому категорически не подходят для перехода, катания и рыбной ловли. Актуальную тему продолжим в нашем первом сюжете. Сейчас Расторговский пруд ещё полностью покрыт снегом. Сотрудники МЧС рассказывают, что в этом водоёме мало ключей и лёд здесь пока достаточно прочный. Но на территории округа много мест, где из-за переменчивой весенней погоды ситуация совсем другая. На территории округа многие водоёмы, особенно глубокие водоёмы, водоёмы, где большое количество ключей, где есть подтаивание, камыш, растительность большая. Есть вероятность проваливания под лёд, она увеличивается. Как рассказала начальник территориального отдела «Видная Расторгуева» Татьяна Полякова, на оперативном совещании глава округа Алексей Спасский дал поручение держать ситуацию на контроле. У нас в тиротделе четыре таких объекта. Это Расторгуевский парк, река Расторгуевка, Суханова деревня и деревня Спасская. Мы проехали вчера, посмотрели ситуацию, провели фотоотчёт, фотофиксацию. И, соответственно, будем с нашими коллегами из МЧС поддерживать постоянный контакт. Сотрудники МЧС проводят большую профилактическую работу и рассказывают жителям о действиях при чрезвычайных ситуациях. Если же провалились под лёд, то, во-первых, не нужно паниковать, нужно успокоиться, стабилизировать дыхание, попытаться захватиться за кромку льда, навалиться грудью на кромку льда. Спасатели информируют о том, как оказать помощь человеку, провалившемуся под лёд. Необходимо взять с собой палку, верёвку или же, если есть шар или ремень, ползком подползти к человеку на расстоянии 3-4 метров, подать ему спасательные средства, подручные, которые есть, и попытаться его вытащить. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в Подмосковье потеплеет. Соответственно, лёд на водоёмах будет стремительно таять. При плюсовой температуре от нуля и выше толщина льда каждые трое суток уменьшается на 25%. Главное управление ЧИС России по Московской области обращается к жителям и гостям Ленинского городского округа о безопасном поведении на льду. И в ближайшее время необходимо прекратить как ловлю рыбы, так и выход на лёд, используя переходы рек, озёр. Соблюдайте правила безопасности и не испытывайте лёд на прочность. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. И в продолжении темы. На оперативном совещании у главы Ленинского городского округа, помимо темы тонкого льда и половодия, актуально звучала ещё одна – пожары. У нас в гостях сегодня начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Сергей Дежкин. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Расскажите, пожалуйста, уже есть какая-то статистика о начале года по пожарам? Да. По состоянию на 14 марта 2023 года на территории Ленинского городского округа произошло 60 пожаров. За аналогичный период прошлого года произошло 64 пожара. Уменьшение у нас получается в этом году на 6,3%. На пожарах погибло в этом году 2 человека. В прошлом году, за аналогичный период прошлого года, погибло также 2 человека. Травмированных в этом году на пожарах людей, слава богу, нет. В прошлом году на данный период времени было травмировано 6 человек. Итак, у нас 1 января произошла гибель мужчины в деревне Григорчикова. В 68-м году рождения мужчина в частном жилом доме пожар произошел. Дом сгорел по всей площади. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении. Вторая гибель у нас произошла 23 февраля в селе Булатниково. В хозяйственной постройке мужчина, не установлена личность, также погиб при пожаре. Причиной которой послужило также неосторожное обращение с огнем при курении. Ну и на территории округа за 2, можно сказать, с половиной месяца произошло несколько таких крупных пожарах. Это 11 января в деревне Опаренки в складском комплексе сгорел склад 1000 квадратных метров. Причиной пожара послужил аварийный режим работы электросети. Значит, также 22 февраля в деревне Жапкино и Сенте-Нектар сгорел частный жилой дом полностью на площади 180 квадратных метров. Также причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования. И многие слышали уже 5 марта Белокаменное шоссе, дом 13, город Видное. Это Московский куксово-газовый завод. Произошел пожар в цехе улавливания бензольной колонны на площади 200 квадратных метров. Причиной пожара сейчас занимается устанавливать исследовательскую пожарную лабораторию Московской области. Сергей Владимирович, впереди весенний-летний период, это пожароопасный. Что предпринимается, какие будут профилактические мероприятия, на что основные усилия? Да, Наталья, подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду у нас начата заблаговременно. В феврале месяце разработана у нас совместно с администрацией определен перечень населенных пунктов и садовых товариществ, граничащих с лесными массивами. Это те населенные пункты и садовые товарищества, где есть угроза перехода огня с лесного массива на жилые дома граждан. В этом месяце будет проведено заседание комиссии по чрезвычайной ситуации обеспечения пожарной безопасности Ленинского городского округа, на котором будет проработан данный вопрос. И также поставлены задачи должностным лицам на обеспечение пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. Нам самое главное не допустить лесных пожаров. Ну и в случае, если такие пожары возникнут, это, конечно же, не допустить перехода лесного пожара на жилые строения граждан. Это основная задача. Да, и что необходимо, какие меры принять, чтобы обеспечить безопасность? Знаете, самая основная мера, которую необходимо принять, это не допустить, не допускать пала сухой травы. Разведение костров в строгом соответствии с требованием правил противопожарного режима, которые утверждены постановлением правительства Российской Федерации. Я напомню, что в 2015 году в Хакасии были крупные пожары, лесные большие пожары, больших площадей, на которых погибло 30 человек. Более 2000 строений было уничтожено при этих пожарах. Ну и у нас человеческий фактор, который никогда нельзя исключать, увы, имеет место быть. В прошлом году на территории Ленинского городского округа было зафиксировано 17 палов сухой травянистой растительности. 17 граждан привлечены за данное нарушение к административной ответственности. В этом году также будет данная работа продолжена. Также совместно с органами местного самоуправления, с полицией в обязательном порядке, они нам полностью помогают всегда с добровольцами, с волонтерами. Мы проводим рейды населенных пунктов, граничных с лесными массивами, проводим рейды лесных массивов, где граждане у нас любят отдыхать, особенно в майские праздники. Ну и до майских праздников, в зависимости от погоды, где разъясняем правила и требования пожарной безопасности. Лесники к этой работе также привлекаются, они больше разъясняют требования пожарной безопасности в лесах, запретят разведение костров. Ну, значит, я думаю, что ежегодно на территории Московской области в апреле-май губернаторам принимается решение, постановление о введении особого противопожарного режима на территории Московской области. Я думаю, этот год не будет исключением, в зависимости от погоды. Если погода будет рано сухая, установится сухая погода, то жаркая, соответственно, сухая, то, значит, будет раньше введен особый противопожарный режим, но к 1 мая он, как правило, уже вводится. Соответственно, если на территории области будет введен особый противопожарный режим, то и в Ленинском городском округе также будет введен особый противопожарный режим. В этой связи хочу обратиться к владельцам земельных участков, приусадебных участков, владельцам земель сельскохозяйственного назначения о необходимости исполнения пункта 67 и 186 правил противопожарного режима Российской Федерации, где говорится о своевременной уборке мусора, сухой травянистой растительности на участках, которые были перечислены. Также проведена работа осенью уже у нас опахано администрацией Ленинского городского округа, опахано 59 километров границ земель, граничащих с лесными массивами населенных пунктов. И в весенний период сейчас у нас планируется опахать еще 48 километров. Это будет достаточно, чтобы создать ту необходимую минерализованную полосу, чтобы не допустить перехода огня, как я уже сказал ранее, из леса на строение населенных пунктов, на строение жилых и дома граждан. Сергей Владимирович, еще такой вот важный вопрос, как уберечь детей и что необходимо родителям рассказывать? Ну, знаете, Наталья, работа с детьми, конечно же, у нас также ведется постоянно и, как говорят, заблаговременно и планомерно. Мы в период именно школы, сейчас, когда дети в школе, ведем постоянно ежедневную работу с детьми. Это нам полностью помогает в этом управлении образованием Ленинского городского округа. И проводим разъяснительную работу и беседы. Ежеквартально, вот у нас на 21 марта запланировано по поручению губернатора Московской области, ежеквартальная тренировка по эвакуации людей в случае возникновения пожара. Она будет проведена во всех образовательных учреждениях округа, как в школах, так и в детских садах. Поэтому ведем эту работу постоянно. Также проводятся межведомственные рейды совместно с полицией, совместно с комиссией по делам несовершеннолетних. Проводим рейды по многодетным, малоимущим семьям. В округе ведется постоянная работа с 2017 года по оборудованию автономными дымовыми пожарными извещателями многодетных, малоимущих семей. На сегодняшний момент, с 2017 года по 2022 год, установлено 7055 извещателей в 1552 семьях. В этом году запланировано установить 230 АДПИ в 50 многодетных, малоимущих семьях. Поэтому всем гражданам мы советуем, кто имеет частные жилые дома, в квартирах также он не помешает, это вот автономный, простой автономный дымовой пожарный извещатель, который спас уже не одну человеческую жизнь. Это очень важно на самом деле, который он обнаруживает на ранней стадии, в стадии задымления, малейшего даже, обнаруживает и особенно в ночное время может разбудить любого, даже крепко спящего. Коротко продемонстрирую, очень они громкие, поэтому это вот то, что необходимо, просим всех, обращаемся, конечно, это добровольно, пока что именно каждый гражданин добровольно обезопасить себя вот таким автономным дымовым пожарным извещателем. Ну и основное, что касается детей, постоянная беседа, постоянная профилактика данного вопроса с детьми, потому что мы все помним тот трагический случай, который произошел в августе прошлого года в деревне Маловидное, где мама оставила одних детей без присмотра, и дети погибли, 3 ребенка погибло. Поэтому работу с детьми ведем и будем вести постоянно по профилактике детской гибели на пожарах. Сергей Володимирович, спасибо большое за информацию, что пришли к нам в студию. А я напоминаю, что у нас в гостях был начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Сергей Дежкин. Школа первой помощи детям прошла в кинотеатре «Искра». На мероприятие родители вместе с опытными инструкторами, спасателями разбирали ситуации, угрожающие жизни ребенка. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В кинотеатре «Искра» состоялся мастер-класс по оказанию первой помощи детям. Мероприятие было организовано отделением Совета отцов Ленинского городского округа. Собравшиеся на практическую лекцию узнали, как действовать в нестандартных ситуациях. Мы пригласили наших партнеров. Школа первой помощи «Мария Мама». Ребята – аттестованные инструктора по оказанию первой помощи. И, собственно говоря, они сегодня будут показывать, проводить мастер-класс, показывать на живых примерах, на оборудовании. То есть это не только теоретическая часть. Во время экстремальных ситуаций главное не паниковать. Об этом пришедшим на мастер-класс объяснили инструкторы по оказанию первой помощи. Нужно знать правильный алгоритм действий и устранить причину угрозы ребенку. Мы с ними отработаем практические блоки по типу сердечно-легочной реанимации, а также инородное тело в верхних дыхательных путях. И поотвечаем на вопросы, которые интересуют родителей, каким образом все-таки спасать своего ребенка. И также пройдемся по основным состояниям, при которых действительно нужно в экстренном порядке оказывать первую помощь. Кроме того, спасатели разъяснили юридические аспекты процесса. Кто и за что отвечает во время спасения жизни ребенка. Знания, полученные во время лекции, оказались полезными для молодых семей. Особенно навыки оказания первой помощи необходимы молодым людям, у которых нет большого опыта в уходе за младенцами. Круто вообще, что отцы у нас принимают такое участие сейчас в воспитании детей. Потому что в нашем детстве такого не было. Папы были менее причастны. Сейчас они вообще в активе. Это круто. И я рада, что у нас сейчас такой культ хорошего папы в стране. Подобный мастер-класс, организованный Советом отцов, проходил в Видном не в первый раз. В будущем тематические занятия будут продолжены. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Администрация Ленинского городского округа приглашает всех жителей, достигших 18-летнего возраста и зарегистрированных в муниципалитете, а также имеющих прикрепление к медицинским учреждениям Видновской районной клинической больницы, пройти диспансеризацию. Профилактический осмотр проводится один раз в три года до 39 лет, а начиная с 40 ежегодно. Для прохождения диспансеризации необходимо иметь медицинский полис и паспорт. Иногородним жителям – прикрепление к медицинской организации округа. Углубленная диспансеризация для граждан, перенесших COVID-19 с целью раннего выявления осложнений, проводится не раньше, чем через два месяца после перенесенного заболевания. Единый день диспансеризации пройдет в субботу 18 марта с 8 до 14 часов на базе Видновской взрослой поликлиники. В Ленинском городском округе полицейские задержали подозреваемого в серии краш автомобильных колес на общую сумму более 600 тысяч рублей. Им оказался ранее судимый 30-летний житель рабочего поселка Лопатина. По предварительной информации, в январе 2023 года злоумышленник проник в помещение двух подземных паркингов, расположенных в многоэтажных домах рабочего поселка Бутово, откуда похитил два комплекта автомобильных колес. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали предполагаемого воришку. На время следствия ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Но мужчина снова пустился во все тяжкие и через два дня совершил новую кражу шин и дисков в рабочем поселке Дрожжино, после чего скрылся от следствия. В ходе дальнейших разыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили местонахождение нарушителя. При задержании в одной из квартир в городе Москве мужчина пытался сбежать через балкон, но был схвачен и помещен под стражу. Что у вас задержанность от великой полиции? Зады, колеса. А что именно вы с ними делали? Взял брусную, продал колесу. А совершили кражу, получается? В ходе расследования уголовного дела было установлено, что нарушитель причастен к еще трем аналогичным кражам на территории Ленинского и Подольского городских округов. Следователем Следственного управления МВД в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Станет ли Ленинский городской округ наряду с плаванием и футболом кузницей кадров еще и для фехтования? Вполне возможно, в жилом комплексе Суханово парк начала работать секция, где детей и взрослых обучают мастерству владения рапирами. На одном из занятий побывала и наша съемочная группа. Как и в любом виде спорта, главный этап тренировки, разминка и уже опытные спортсмены и новички разминаются на общих основаниях, никаких поблажек на возраст и умения. Тренер секции фехтования Михаил Креницын, мастер спорта международного класса, в прошлом член сборной России, неоднократный призер различных, в том числе и международных турниров, входил в десятку лучших рэперистов мира. Фехтованию он отдал почти 40 лет жизни. В 84-й год открылся спорткоп из Чертанова в Москве, пришел в школу мой тренер первый, Родионов Игорь Анатольевич, и сделал набор, как и в сотнях разных вариантов в спортивных секциях. Пришло куча мальчишек, мы не знали, что такое фехтование, но завлекло, его до сих пор держат. Свою страсть к фехтованию Михаил старается передать молодому поколению, благо опыт у него богатый. Десять лет он занимал должность старшего тренера сборной Москвы. К каждому спортсмену у него персональный подход. Здесь сильнее не надо, здесь быстрее, она просто ушла вперед, наверное. Во времена Советского Союза фехтование было весьма популярно в наше время. Этот вид спорта массовым вряд ли можно назвать. Но наша сборная незменно привозит награды с различных соревнований, а благодаря таким секциям подрастает и достойная смена. Меня отвели родители в этот спорт, и мне очень понравилось фехтование, потому что в этом спорте нужны не только физические данные, но и умственные способности. И это некрасивые слова. Действительно, специалисты считают фехтование наравне с баталиями за шахматной доской интеллектуальным видом спорта. Его даже называют быстрыми шахматами. А не специалисту порой очень трудно разобраться в тонкостях протекания боя. Скорость поединка, элемент, она глазу, скажем так, не всегда обычному человеку увидит. А фехтовальщики, они это все понимают, видят, надо решение принимать просто быстро. Безусловно, как и в любом виде спорта, достигнуть высоких результатов можно только постоянным трудом. Но, по мнению Михаила Криницына, главный секрет успеха в фехтовании вовсе не физические данные. Ставание такой вес спорта, где существуют и полные, и худые, высокие, координированные, это не влияет на результат, потому что если ты работаешь, желание приходишь на тренировки, все это как бы приходит в норму, и даже раскоординированные люди становятся чемпионами мира. Максим Козлов, Александр Логинов, Максим Константинов. Винная ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.